всем привет с вами евгений карташов и сайт фотомонстр в этом уроке мы продолжаем тему съемки для каталога сегодня мы будем снимать вот эту расческу я специально выбрал такой объект сложный чтобы показать что обтравка вот такого объекта будет настоящим адом при обработке и покажу как можно без этого обойтись способ в принципе давно известен и даже уже реализован например моноблоках фирмы hensel про сегмента очень дорогих и называется режим маски также он реализован в некоторых моноблоках и вспышках фирмы godox но сегодня я покажу как реализовать данный способ без применения вот такого специального оборудования а с обычными студийными моноблоками или даже обычными дешевыми накамерными вспышками что для этого нужно всего лишь сделать два снимка первый снимок осветить фон для того чтобы вокруг объекта он был выбит обращаю особое внимание что не нужно стремиться выбить прям весь фон вокруг объекта да на первый взгляд это позволит ускорить процесс то есть лишней обработки не будет но есть один нюанс когда вы засветите полностью фон вокруг объекта очень велика вероятность примерно 90 процентов что у вас начнут выгорать края а при вот таком способе съемки это недопустимо лучше потратить несколько секунд в фотошопе и доработать нужную нам маску далее делается съемка непосредственно предмета то есть вот этот источник у нас будет светить потолок а фоновый источник при этом отключается в результате мы получаем два кадра один кадр используем как маску но давайте я сейчас все покажу вам на практике потому что как говорится функция практики стоит фунта теории сначала сделаем снимок освещая фон в качестве зажигалки для вот этих моноблоков у меня используется вспышка дело в том что для данных моноблоков к сожалению отсутствует дистанционная система управления сейчас продажи ее больше не выпускают и мне приходится вот так выкручиваться и так настройки съемки у меня следующие диафрагма f11 чтобы получить хорошую глубину резкости выдержка 1 125 секунды так проверяю наводку на резкость на все хорошо делаем снимок вот сейчас на картинке которая вставлена в видео вы можете посмотреть что вокруг объекта у нас он выбит естественно мощность источника я настроил заранее для того чтобы не тратить ваше время теперь я его отключаю и включаю источник который отраженным светом от потолка будет освещать наш предмет вот я включил источник делаю снимок еще один важный момент при такой съемке нужно надежно фиксировать камеру на штативе чтобы не было сдвигать то есть чтобы нам фотошопе без проблем совместить маску и сам предмет и так сейчас вы видите что мы сняли предмет и в следующей части урока я покажу как совместить два эти изображения фотошопе и так я загрузил два изображения фотошоп то есть это сам непосредственно снятый объект и когда я отдельно освещал фон вот здесь как видите по краям такое затемнение потому что я использовал соту чтобы ограничить поток то есть чтобы у меня получился четкий черный объект и не было переотражение на него от белого фона и так как я снимал с запасом я могу просто вот так откадрировать то есть взять только вот эту часть расчески и у меня автоматически вот эти области отсекутся то есть я выбираю инструмент рамка кадрирую изображение вот так нажимаю enter кадрирование применяется переключусь с инструмента рамка чтобы вот эти маркеры мне не мешали на инструмент прямоугольное выделение вот так и теперь уже я могу вот это вот полученное изображение использовать в качестве маски для объекта чтобы получить чисто белый фон здесь фон не белый то есть вы видите значение это 245 242 ну вот примерно такая яркость то есть светло-серый я отключил вот этот слой с фоном теперь создаю здесь слой заливку с белым цветом стою на маску иду в меню изображения внешний канал и выбираю здесь слой фон окей вот у меня загрузилась изображение с этого слоя на маску и получился объект на чисто белом фоне давайте посмотрим вот как видите фактически все волосочки но за исключением там очень таких полупрозрачных у меня сохранились но только чуть-чуть здесь кончики пострадали но это не страшно вручную обтравливать все вот эти вот тоненькие волосочки которые явно видны было бы просто мучением и даже вот эти вот полупрозрачные но здесь пришлось бы долго долго возиться кистью чтобы вот получить такое полупрозрачное выделение и вот этот способ здорово выручает как говорится забирайте пользуйтесь на здоровье если урок вам понравился ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч